у нас какой-то урок помишли думаю что 107 урок помишли если я не ошибаюсь и мы находимся в 13 главе 19 предложение говорит шлома амелых так пренебрегающий словом всевышнего понесет кару тот кто бои нет 19 предложение желание исполнившись приятно душе а мерзость для глупых отступать от зла теперь я попытаюсь это перевести своим языком потому что товар не е тариф на нефиш отступивший от оттаивы от желаний своих это будет приятно приятно стоит в множественном числе душе а мерзость глупости это отступить от зла говорит мальбим что здесь шлома амелых сообщает нам что ксиль то есть глупец он эйна пэти он не пэти вот теперь у меня большая проблема потому что мне требуется быть слова я говорил по-русски по-русски ксили пэти переводится абсолютно одинаково глупец но мальбим объяснял что пэти это человек которого очень легко обмануть я циргора его легко ловит потому что он такой простой простец аксель это человек который достаточно умный человек но его то вот настолько сильные что он попадает все время их ловушки и он говорит что ксиль он знает законы мудрости если бы у него не было такой сильный тайвы такое сильного желания получать удовольствие то он бы смог справиться с ними и он бы ушел от зла на основании той мудрости которая не есть но из-за того что тайва стремление удовольствия она у него становится очень сильно и она как бы преобладает над всем и побеждает его душу поэтому это тайва она очень хорошо работает и является удовольствием для животной души поэтому он не может справиться со своей того и со своими желаниями из-за вот этого удовольствия которое у него есть и он выбирает эти удовольствия над тем добром который он понимает что является добром и это помогает поэтому вот это вот желание устраниться от зла она не выходит из потенциальной энергии в кинетическую потому что у него не хватает на это сила воли из-за того то есть в данном случае простое объяснением альбима человек который не в состоянии идти по указанию разума а двигается по указанию своих желаний он таки попадает туда куда не обязательно было попадать га он идет совершенно по другому пшату объясняет пшат совершенно иначе он пишет таванье тарап лынефиш не е он объясняет это лошон это язык слова не е нишбар лошон который сломанный лошон то есть слово не е от слова быть гава альгаве быть на быть быть чтобы быть имеется ввиду что сама по себе та его само по себе желание когда она ломается разламывается после этого это становится удовольствие для души то есть если мальбим объясняет человек не в состоянии справиться с этим удовольствием то га он идет по другому пути и говорит что когда у человека рождаются какие-то страшные желания непреодолимые и очень нехорошие полу желание получения удовольствия не могут быть на самом деле не очень хорошими но разрешенными а может быть не очень хорошими и наоборот запрещенные на человек который с путем разума справляется с этими желаниями разбивает их ломает их после этого у него приходит некая на некоторое удовольствие для его души но во время когда таева когда вот эти вот стремления получения удовольствия они мид габарит алаф они его пересиливают и он их ломает и в это время борьбы во время войны которая происходит он мид стаэр он очень переживает ему это очень тяжело дается тем не менее после этого она является победа является таким удовольствием что а для для его души что он очень наганемиза он очень от этого получает много удовольствия и поэтому это сказано словом не е которая стоит во множественном числе потому что когда человек может преобладает его разум и он может сломать свою таеву разломать ее полностью починить и это делается желанным перед всевышним то в этой ситуации чтобы сделать желание всевышним он ломает таеву то есть почему человек вдруг у него есть какое-то желание ему что-то нравится он этого не ест ли ему понравилась запрещенная ему женщина и он к ней не идет в гости поскольку водой безусловно его желание очень сильные при этом из-за чего он отказывается это сделать причина только одна он хочет сделать то что угодно всевышнего выполнить рацион ильон желание всевышнего в этом случае об этом сказано что всевышний выполняет его желание это мишина в трактате перки и а вот не помню где по-моему 4 или в третьем передки сделай желание творца для того чтобы он сделал твое желание имеются ввиду а вот здесь он на это приводит мишина в перки а вот это во втором передки оказалось который говорит бители рассон их амерini а тсан их а аннулируй желание свое перед его желанием пережилания творца для того чтобы он аннулилировал желание других людей перед твоим желанием. Поэтому сказано, что слово «ни-е» сказано во множественном числе, имеется в виду, что когда ты ломаешь свою тайву, свое желание к удовольствиям, то это становится угодным Всевышнему, и ваши желания начинают совпадать. Другими словами, Мишин в трактате «Перкевод», который говорит, что ты должен аннулировать свое желание и ничего не хотеть, а твое желание должно превратиться в желание Творца, то в этом случае, почему Творец аннулирует другие желания перед тобой, объясняет мораль в «Перкевод» и это то, что здесь говорит Гаон и Вильна, что в этой ситуации, поскольку твое желание, его нет, оно аннулировано, оно умножено на ноль, то есть все твое желание – это сделать то, что хочет Творец от тебя, то в этой ситуации твое желание и желание Творца одинаковы, поэтому Всевышнему аннулирует желание других людей перед своим желаниями, автоматически перед твоим желанием. Это становится одно и то же. Поэтому в тот момент, когда человек из-за того, что он понимает, что я должен выполнить то, что хочет от меня Всевышний, из-за этого он аннулирует свои желания, то в этой ситуации аннулирование своих желаний приводит к тому, что его желания становятся желаниями Творца, вернее, наоборот. Желания Творца становятся его желаниями. И тогда в этом случае надо поставить глагол «будь» во множественное число. Он становится желаниями двух – Всевышнего и моего. И об этом то говорит Шлома Амеллах, что в тот момент, когда ты ломаешь свою Тайву из-за желания совершить то, что угодно Творцу, то это становится удовольствием двух индивидуумов для твоей души, удовольствием твоим, удовольствием Всевышнего. Поэтому это поставлено во множественное число. Окей. Таавод ксилим сур мира. Мерзость, которую хотят глупые люди, это то, о чем сказано «сур мира, уйди от зла». Ксилим. У них нету дата. Он идет не по тому пути, по которому Мальбим. Это уже несколько раз у нас было, если кто-то помнит. Ксилим, который переводит Мальбим всегда, это умный человек, который не может справиться со своей Тайвой просто потому, что... Он Баль Тайва. У него большая Тайва. А Гаон идет по другому пути. Он не делает разницу ту, которую делает Мальбим между Ксиль и Петти. И он говорит, что ксилим – это человек, у которого нету понятия дата. Поэтому недостаточно, что они не ломают свою Тайву ради Всевышнего, но наоборот. Таава – это ведь не всегда очень плохо. Таава бывает не очень плохой, разрешенной Тайвой. Когда человек просто любит немножечко покушать и тратит на это много времени, сил, денег, желаний, получает удовольствие, сидит и кушает, 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 но кушает абсолютно разрешенную еду – это плохо, это Тайва. Но это Тайва, которая не становится 100% запрещенной Тайвой. Но есть... Он не нарушает сур мира. Он не нарушает в этот момент понятия «уйди от зла», «отвернись от зла». Несмотря на то, что это Тайва. Но когда есть еще один вид Тайвы и глупцы, они нарушают Тайву в двух видах. Не только Тайва, которая разрешенная Тайва, от которой тоже надо устраниться, но и Тайва, которая запрещенная Тайва. И они идут к тому, что начинают делать какие-то запрещенные вещи, например, из-за Тайвы нарушать кашрут, из-за Тайвы можно сделать авейру, которая называется «эшитыш». И, в общем, все авейроды, которые, почти все авейроды, которые есть в этом мире, они происходят от Тайвы. Причем Тайва может быть самых разных видов. Самая простая Тайва, с которой более или менее много людей знакомы – это лень. Человеку лень делать какие-то митсвот, поэтому он проводит свою жизнь в состоянии горизонтальном, а не вертикальном. И это та Тайва, которая приводит в результате постепенно. Приводит кавейрод, начиная с того, что он просто не учит Тору, не читает шма, не делает митсвот и так далее, а просто вот живет по принципу «Онегин, я с кровать не встану». Это то, что говорит здесь. Но в результате эти Тайвы приводят к тому, что он начинает нарушать митсвот Лота Асе, и об этом чуть позже скажет Гаон более подробно в другом пасуке. Теперь попробуем еще из комментарий раб Минахи Менделя, который добавляет… На самом деле нет, это рукопись Гаона, которая добавляет еще несколько слов. Оно не вошло в стандартный комментарий, но к Тафьят в рукописи оно изложено. Он объясняет Тайвы Ни-Е, тайна будет во множественном числе. Имеется в виду, что здесь сказано Ни-Е в настоящем времени. Имеется в виду, тот, кто ломает свои Тайвы, разбивает их, он сейчас себя мучает. Но после этого это будет утешением души, это будет радостью для души, поскольку уже прошел час вот этой Милхамы, Милхама закончилась, и теперь он находится в другом состоянии. И он говорит Лошон Ни-Е, выражение Ни-Е будем, потому что когда человек ломает свою Тайву, даже в вещах, которые ему разрешены, то Всевышний выполняет за это его желание. Как сказано, сделай желание Всевышнего, и он сделает твое желание. Для того, чтобы сделать своим желанием, чтобы он выполнил твое желание, выполни его желание. И это сказано, что Тайва Ни-Е в множественном числе, чтобы это были твои стремления, которые будет выполнять Всевышний. Но глупцы. Недостаточно того, что они не ломают свою Тайву в разрешенных вещах, но они идут на поводу своей тайны в запрещенных вещах, и это Авейра Гмура. И это стопроцентная Авейра. Мне кажется, что здесь в Ктафьят, в рукописи, Гаон изложил намного более простым языком, и я не всегда знаю, почему Гаон переписал свой комментарий, написал второй комментарий. Вероятно, здесь есть какое-то добавление, но мне значительно более понятен первый язык. Таким образом, Мальбем идет в комментарии этого пасука по пути того, что человек просто, который идет на поводу своей Тайвы, он делает мерзость перед Всевышними, он глупец. А Гаон идет по комментарии, которые делят этот пасук на две части. Гаон нам написал в 10 главе, что он 15 глав Мишли, с 10 до 15, если я не ошибаюсь, главы. Так будет продолжаться, что почти каждый пасук он написал делится на два кусочка, позитивный и негативный кусочек. Поэтому Гаон продолжает идти по тому же пути и объясняет, что человек, который ломает свою Тайву, это утешение, радость для его души сегодня. А в комментарии в рукописи Гаоне это не сегодня, а завтра. Вероятно, может быть, поэтому он и изменил это, потому что завтра обычно в комментарии Гаоне это Алла Мабба. Здесь он хочет сказать, что это и в этом мире даст ему какое-то удовольствие. А глупец приходит к тому, что он не только нарушает то, что он не борется с Тайвой разрешенной, но и начинает делать преступления в запрещенных вещах. Если вы помните, я не знаю, мы об этом говорили, но мне кажется, что имеет смысл повторить немножечко. Может быть, кто-то помнит. Мы обсуждали с вами, что есть понятие борьбы с разрешенной Тайвой, борьбы с разрешенными желаниями. Это понятие, которое Гемора в трактате Абадезора называет пришутом. Есть барайта, известная барайта Сарабипинха Сабен-Ира, который называет целый путь, по которому должен идти человек. И на основании этой барайты Рамхаль написал целую книжку, которая называется «Месилат Хишарим. Пути прямых людей», где он пишет, как нужно дойти до состояния души, святости, начиная с Герута, Зарезута, Торы и так далее, и доходит до понятия пришута, хасидута и так далее. Так вот, когда он начинает объяснять понятие пришут, он говорит, что одна из вещей, до которой надо добраться, это не надо делать сразу же, но это такой путь некоторый, но одна из очень высоких ступеней службы Всевышнему – это пришут. Пришут – это отделение от разрешенных тебе вещей для того, чтобы лифрошмием отделиться от них, для того, чтобы не идти на поводу своей Тайвы. И Рамхаль объясняет, что такое пришут, пишет Даркей Киньян пришут, а как надо купить пришут, как надо работать для того, чтобы прийти к этой меде. И мы с вами обсуждали, что существует определенный махлокис спор между Рамхалем и Рамбаном на эту тему. Несмотря на то, что Рамхаль он охорон, а Рамбан решен, тем не менее Рамхаль опирается на других решений, и получается довольно интересный комментарий, в чем здесь дело. Да, Рамхаль, о котором он пишет, Масилат Ешарим, что зачем нужен пришут, зачем нужна эта меда, это качество человека. Она нужна для того, чтобы человек постепенно убрал от себя Тайву даже разрешенных вещей, старался как можно меньше есть, много постов, какую-то часть разрешенной гладкошенной, 100% кошельной пищи от себя убирал и так далее. Для того, чтобы он пришел постепенно в состояние, когда у него нет острого желания кушать и так далее и тому подобное. Для того, чтобы он оказался в ситуации, что он технически отдалился от желания еды. Настолько, что он ест только столько и то, что необходимо, все остальное он не ест, чтобы не нарушить заповедь кашрута, потому что когда к нему придет Тайва с предложения поесть что-то абсолютно не кошерное, то поскольку и кошерной еды он тоже ест очень мало, очень редко и очень ограниченно и так далее, и так далее, то он не придет к нарушению заповеди Тор. И то же самое во всех остальных вещах, включая, например, супружеские отношения, нужно быть невероятно скромным в этих отношениях, невероятно редко и так далее, и так далее, для того, чтобы Ецаргара была сломлена, если возник Ецаргара к запрещенным связям, ему было элементарно легко ее победить. Это да, от Рамхаля, что для этого, это мнение Рамхаля, что для этого пришло понятие пришута. Борьба с Тавой, о которой сейчас говорит нам Шлома Меллах, нужна для того, чтобы запретить себе даже разрешенную Тайву, для того, чтобы не нарушить запрещенную Тайву. Рамбан спорит с Рамхалем, Минею Бейв, Рамбан в начале Паршат Кадашим Тие, где-то в районе 19 главы книги Ваикра, где Рамбан пишет, Тора пишет, Кадашим Тие, Кадоша Ни Гашем Алакейхом, ладно, будьте святыми, потому что свят я Всевышний, и вы должны уподобиться мне и быть Кадашим, Кадашим, слово Кадош переводится как слово отделенным, объясняет Рамбан, что надо отделиться от разрешенных вещей. И он пишет, что отделение от разрешенных вещей, которые требует от нас Тора, это не потому, что благодаря этому отделению я приду к тому, что я не буду нарушать запрещенные мне вещи. Это понятно, но даже если нет никаких оснований для того, чтобы подозревать, что человек может прийти к запрещенным вещам, тем не менее у него остается понятие Кадош. Дерих Агав, просто заодно я забыл сказать, пришут и к душа, эти два качества, которые пишет Масилат Ишарим, как все барайцы Раби Пинха Сабейн-Ира, которые описывает Рамхаль, она состоит из отрицательных и положительных митцвод. Згерут – это отдались, чтобы не делать, зрезут – это поспеши, чтобы делать. И то же самое, Тагара, Накиюд, пришут – это отделись, чтобы не делать, но отделись даже от разрешенного, а к душу – это все, что ты делаешь разрешенное, употребляй только лошем шамаем, только во имя небес. Это одинаковые качества, просто они идут на плюс и минус, на отрицательное, на неделай и на делай. Так вот, пришут – это запрет тайвы в разрешенных вещах, к душе – это посвящение разрешенных вещей, например, еды. Когда ты ешь, делай это только во имени митцвы. Поэтому, когда Рамбан описывает понятие к душим тие, он объясняет то же самое, что Рамхаль в пришуте и к душе, в святости и в отделении, отдалении. И он объясняет, что митцва пришут, митцва к душим тие, она не связана с тем, что человек может прийти к запрещенным вещам. Она связана с другой частью. А именно, что человек, который делает все разрешенное, но идет на поводу своей тайвы, он, это известный Рамбан, называется Минавель Баршудга Тора – мерзавец в рамках Торы. Человек может жить, не нарушая ни одной из заповедей Торы, но превратиться в такого вот человека, который полностью Бааль Таева, вся его жизнь посвящена тому, чтобы насытиться и так далее, и так далее. Со всеми вещами, которые связаны с Товой. И поэтому человек должен ограничить не из-за того, что он должен боиться прийти к запрету Торы, но даже если запрет Торы выведен за скобки и исключен, он все равно должен вести себя в состоянии борьбы с Таевой, для того, чтобы просто не стать Бааль Таевой в разрешенном виде. То есть, не стать мерзавцем в рамках Торы. Поскольку Фирамбан Тора требует от человека, чтобы он убрал Таеву из своей жизни, независимо от Исура и Гетер. Да, от Гагро Кинере, судя по всему, да, от Вильнюсского Гаона, как мы видим здесь, он пишет, что человек должен бороться со своей Таевой, а Ксиль, тот, кто не борется с Таевой, он придет к тому, что он нарушит Сурмира, нарушит отдались от зла, и из-за Таева будет нарушать заповеди Торы. То есть, Гагро учит Шлома Амеллаха не как Рамбан, а как Рамхаль. Не знаю, является это храой или нет, это как бы Гаон, это еще одно мнение, но здесь мы можем, Ледаек, увидеть, что мнение Гаона как мнение Рамхаля, как во многих других местах, потому что Гаон, в общем, считал себя учеником Рамхаля, и, прочитав Мисалат-Ишрим, сказал, что если бы этот человек был жив, он бы тогда к нему пошел учить Тору через всю Европу. Окей, двинемся дальше. Продолжает Шлома Амеллах и говорит по-русски, кто идет с мутрами, тот будет мут, а кто друшит с глупыми, будет сокрушен. Это предложение номер Каф, Исрим, и он говорит, Галох или Голех, это Хахамим, Вехахам или Юхкам, здесь есть все время разница между Кри и Ухтив, тот, кто идет вместе с мудрецами, он станет мудрецом, Вереек Сили Мироа, а тот, кто будет пасти, дословный перевод, глупцов, тот поглупеет. Ему станет плохо, дословно я перевел. Говорит Мальбим, человек, который ходит с мудрецами, он будет учить из поступков мудрецов какие-то вещи и будет учить из их мудрости и делать так, как говорит ему законы Тора, Хохмы. Человек же, который дружит, соединяется с глупцами, он, в конце концов, разобьется, потому что он будет учить от них, как идти вслед Таевой и как стать человеком, который Бааль Таева. И они будут учить его всяким гадостям, и он не будет узнавать законы мудрости совсем. И об этом сказано, что тот, который идет с мудрецами, это один человек, а тот, который пасет ксилим, это другой человек, что вместе с мудрецами не будет им зла сразу же, но только он пойдет сред за мудростью. Но тот, который находится с ксилим, с глупцами, у него зло наступит сразу же, что Хохма, сразу же он не станет мудрецом, он будет идти по дороге мудрости, потому что Хохма, мудрость, ее тяжело учить, это иногда бросается в глаза. И не так с глупостью, глупость очень сразу же осваивается, очень элементарно. Это первый перушмальбима. Второй комментарий, он говорит, что Роек-силим, это имеется в виду, не просто идет с глупцами, а тот, кто является предводителем глупцов. То есть, ему кажется, что он их ведет и не имеет к ним отношения, но в конце концов ему станет плохо. И это то, о чем сказано, что будь занавом, будь хвостом у льва, и не будь головой у лисицы. То есть, комментарий Мальбима говорит, если по-простому, совсем элементарно перевести, что человек, который находится среди мудрецов, он становится мудрее, он учится от мудрости, и человек же, который находится среди глупцов, он учится от глупости и глупеет. Такой простой комментарий. Гаон, в общем, пишет то же самое. Гаон пишет, сказано, что надо быть, будь, повелительный наклонник, будь хвостом у льва, и не будь головой у лисиц. И это то, о чем сказано, идти с мудрецами. То есть, стать тефелем перед ним, и то, как сказано в Перкеевод, быть аваком баафарраглейхом, быть прахом среди их ног. И из-за этого ты поумнеешь, потому что ты будешь слушать в них слова мудрости, и будешь видеть, как они себя ведут, и человек, его Дерих, так обычно с человеком случается, что он идет за медот, за качествами, и за действием другого человека, того, с кем он является товарищем. Рамбом в Галахот Диод Рамбом пишет, «Голех идти», имеется в виду идти вслед мудрецов, и быть прахом их ног. И тогда он поумнеет, объясняет Рамбом, потому что это написано в Мишле в виде ицы, в виде совета, что надо идти за мудрецами, и надо быть мишамешу там. Что такое мишамеш, сейчас обсудим. И из-за этого человек станет более мудрым, и он увидит всякие пути, и будет делать так, как они делают, и так далее. Сейчас я хотел бы понять, что такое, объяснить, что такое понятие мишамеш, тот, который обслуживает Хохамим. Есть Мишина, которая говорит, что «Шимуш гатоль металмутойра». Шимуш выше, чем изучение Торы. Шимуш Хохамим выше, чем изучение Торы. Есть другая гемора, которая говорит, что человек, который много учился, много преподавал, но не Шимеш Талмидеи Хохамим, не обслуживал Талмидеи Хохамим дословно, этот человек не может льгород гараа лырабин, он не может указывать галаху другим людям. Понятно, что если он не учился, а только Шимеш Талмидеи Хохамим, то даже самая проблема. Но что имеется виду Шимуш Талмидеи Хохамим, человек, который обслуживает Талмидеи Хохамима, человек, который постоянно находится около него, обслуживать это в принципе слово шамиш на таком русском языке, я не знаю, как перевести дословно ли шамеш, обслуга, прислужник, прислуживать. Это имеет некий оттенок пренебрежения. И на самом деле, безусловно, и на самом деле, когда мы говорим, что быть прахом перед ног Талмидеи Хохамима, прах, пыль, это тоже некий оттенок пренебрежения. И Мишна специально это говорит, что надо чувствовать Талмиде Хохамима значительно выше себя и чувствовать себя как прах перед их ногами. Нужно быть обслуживающим персоналом для Талмиде Хохамима. Не нужно чувствовать себя равным Талмиде Хохамиму. Это, по-моему, я боюсь сказать, но мне кажется, что это одна из проблем нашего поколения. Я хорошо помню, когда мы приехали тогда из Ленинграда в Шуутами, мы себя чувствовали некоторыми такими и являлись. И когда нам преподавали, мы, в общем, с удовольствием глотали слова, которые нам давали, потому как понимали, что уровень деревянненький стремится к нулю. Я вижу, что сегодня это у израильтян сто процентов, но даже у русских появилось такое. Желание главное это задать вопрос, главное переспорить Рава, главное показать, какой ты умный, а услышать это значительно менее важная часть. Я это вижу сплошь и рядом, в том числе у своих детей. Это просто бросается в глаза, меня невероятно раздражает, но это не страшно, меня раздражает почти все. Но, тем не менее, это мешает, мешает людям, которые не понимают разницу, с кем они разговаривают, это мешает принять. Есть Мишна в трактате «Перкеавод», которая рассказывает, сейчас не помню, это Мишна или это Маораль пишет, поэтому я немножко забыл, которая пишет о том, что человек, для которого нужно было узнать Галоху, он шел к своему Раву какое-то невероятное расстояние. Хотя Рав должен был через некоторое время прийти к нему в это место и давать там урок. Он все равно шел туда. И это шел туда, это значит, что он становился прахом. Когда человек идет, он прах, он идет ногами, месяц пыль и так далее. Потому что есть разница. Когда человек аннулирует себя перед Талмитхохом, то в этой ситуации он действительно глотает слова Талмитхохом. Не то, что это лучше запомнится, это тоже так. Не только то, что будет сиута дешмая помощи Всевышнего, не это имеется в виду. Человек должен приготовить себя быть бейтки-буль, быть сосудом для того, чтобы вместить в себя то, что говорят наши мудрецы. Если он не в состоянии это сделать, если основная его задача показать, какой он умный и как он хорошо умеет спрашивать, то это не прокатит. Просто он сказал, что это умное, раб сказал более умное, потому что раб более умный. Это не то, что нужно. Нужно научиться схватать, ухватывать слова Туры. Как рассказывать про кого-то из Амараем, я забыл про кого, который стоял у окна... Что там говорить? Елель Азакен, проще. Елель, который не смог заработать на то, чтобы войти в Бейтмитрш и лежал на окне для того, чтобы слушать слова Шамаев Талиона, для того, чтобы они вошли в него. Елель в это время был достаточно грамотный человек и ему нужно было просто впитать, потому что он понимал, что Тора это Талмитхохам, и иначе Тору нельзя понять. Так вот, здесь нам говорится о том, что человек, который ходит вслед Талмитей Хохамим, работает хвостом для Талмитхохама, понимает, где он, а где Талмитхохам, в конце концов этот человек выйдет на уровень, что он начнет получать знания и начнет впитывать эти знания в себя. Но человек, который является пастухом, я сейчас перевожу дословно, для глупцов, ему станет плохо. Но человек, который Роэ, то есть Рошвэкацин, офицер, дословный перевод, глава у глупцов, и ксилим, и эти глупцы, у них всегда есть проблема прошлого посука. Это те люди, которые не могут справиться с сурмира, уйди от зла, отстранись от зла. Поэтому, в конце концов, он тоже войдет в это понятие зла и станет таким же Ра, как они, таким же злом, как они сами. Или, другое объяснение говорит Гаон, и Роа сделается злом. То есть, он сломается вместе с ними, когда Всевышний приведет к тому времени, когда они будут кончаться, то Всевышний его тоже завершит. Сейчас, секундочку. Что имеется в виду? Есть такая мишина в Квирке, вот, про Рабьоси. Рабьоси рассказывает, что однажды я шел в дороге и по Гашути, Бен Адам и Хат. Меня встретил один человек, я на русском. Встретил меня один человек, на русском очень тяжело его говорить. Омар ли шалом? Он сказал мне шалом. Игзар тилошел, он вернул ему шалом. Сказал ему тоже шалом. Сказал он, Раби, из каких мест ты? Ответил я из места такого-то, такого-то, место, где все Толмидей Хахамим, место Торы и Митсуус. Ответил он мне, Раби, хочешь ты поселиться в моем городе, а я дам тебе кучу денег за то, чтобы ты был рабом нашего города. Ответил Раби Йоси, если ты мне дашь все золото и все бриллианты, которые есть в мире, то я не буду жить нигде, кроме места Торы. Объясняет Мифоршем, собственно, комментарии излишни, но тем не менее, объясняет комментатор, что он базировался на этом пасуке Мишли, который говорит, что человек, который живет среди Хахамим, то Хохма к нему пристает, он становится частью этой Хохмы, частью этой мудрости. Мудрость имеется в виду мудрость Торы. Человек же, который находится среди амгарцам, среди неталмедейхамима, наоборот, этот человек находится в ситуации, что обычно он туда может попасть только в состоянии преподавателя, мангига, офицера, который будет их вести, и как бы перед ним ставится задача помочь людям исправить себя и так далее. Но тем не менее, предостерегает Шламу Амэлах, что этот человек попадает в лапы Яцаргары, и поскольку это обычно улица с двухсторонним движением, то поэтому здесь можно попасться. Поэтому Шламу Амэлах говорит о том, что человек должен находиться и вращаться среди талмедейхахоми. Я предвижу всякие вопросы, которые здесь могут возникнуть, по поводу посылания людей в далекие заморские страны для преподавания Тора и так далее. Да, я считаю, что в этом есть своя опасность, безусловно, и люди, которые так делают, безусловно, должны периодически возвращаться и попадать в среду талмедейхахоми, мудрецов Торы, иначе могут быть довольно много проблем, и они иногда случаются. Впрочем, они случаются и с теми, кто никуда не ездит тоже. Поэтому это отдельный разговор. Но, тем не менее, Шламу Амэлах говорит вот такую вот вещь. Придем дальше. 21 глава. Слега, не 21 глава, естественно, 21 послуг. Говорит Шламу Амэлах, грешных преследует зло, а праведным воздаст он добро. Мальбим. Вначале Мальбим. Говорит Шламу Амэлах, хато им тираде фраа, ве цадиким и шалам тоф. Тех, кто делает хет, то есть грех, их преследует зло, а люди, которые цадиким, им будет воздаваться добром. Такое сложное предложение. Мальбим немножко и говорит Шламу Амэлах так. Говорит Мальбим. Хато им тираде фраа. Здесь сказано, что оныш хато им эйнабаме дешем. Наказание хатаим, тем, кто грешит, он не приходит от Всевышнего. Кимиатол от цараот, потому что от Всевышнего выходит зло. Это первая вещь, на которую надо обратить внимание. Мальбим утверждает, что Шламу Амэлах имеет в виду, что зло, которое приходит на нечестивцев, оно не наказание от Всевышнего. Всевышний, он кольку лутов, он весь целиком добро, и от него не может вообще выйти понятие, которое называется ра. Поскольку ра может быть от того, у которого есть в его основе какое-то понятие зла. У Всевышнего нету. А тогда, как приходит наказание на нечестивцев. Раа, шаасу, то зло, которое они делали, оно само по себе преследует их постоянно до тех пор, пока их не догонит. То есть, наказание, которое появляется в этом мире, которое постигает Рашоим, это наказание создали они сами. Таким образом, что он иш, рацу в бетэ, ва араба ацму, что он иш наказание, оно находится в природе самого зла. Зло, оно само по себе включает наказание за это зло. Что это такое? Это то, о чем говорит Гемора, когда говорит, что Сотан и Малахамавит – это один человек, ну, не совсем человек, это один ангел. Ангел обвинения, ангел Сотан, ангел соблазнения человека для Авейра, Ецаргара, он же является Малахамавит, он же является ангелом смерти. В Элуанахаш мемит, Элахэт мемит, и умертвляет не змей, а преступление. Попытаемся, давайте так, есть такая история, что был какой-то город в Эрит-Исраиль, в земле Израиля, в эпоху Танаем, которые занимались различными вещами, в том числе у них была Авейра, которую они делали, они скрещивали разные виды животных, работали мичуринами. Скрещивать разные виды животных – это Авейра Медорайса, это запрет Тора, и в результате этого запрета появился некое творение, которого никогда раньше не было, творение, которое называется Орот, творение, которое состоит из смеси змеи и черепахи. То есть, она с панцирем, поэтому бить ее очень тяжело, и она ядовита, как змея. С панцирем, как черепаха, ядовита, как змея. Как она выглядела, я, честно вам сказать, не знаю. Высоцкая была такая песня, то ли буевал, то ли бык, то ли тур. Так вот, это было нечто такое вот, то ли змея, то ли черепаха, но она была безумно ядовита, и никто с ней не мог справиться. И она периодически жалила кого-то, этот человек умирал. И пришли к Рабиханина Бендоса, чтобы выяснить, что делать, вообще как быть, опасно жить, какой выход из положения. Рабиханина спросила их, знают ли они, где логово этого зверя. Ему сказали, где оно, норка. Он пришел, нашел эту нору, сунул туда ногу. Это вот черепаха-змей укусила его в ногу, и черепаха-змей скончался. Рабиханина сказала, его спросили, как он это сделал. Он ответил, потому что убивает не змея, а грех. Абейра, которую сделал человек, это то, что убивает, несмотря на то, что жалит змея, и яд дает змея, но не бывает смерти без какого-то хета. Если человек ни разу не согрешил, то эта смерть исходит, приходит из-за Нахаши, например, из-за того греха, который сделал Адам Аришон, первый человек. Таким образом, здесь сказано, что человек, который делает Абейру, делает преступление против желания Всевышнего, он создает митсиют, он создает существование в мире оныша наказания за это, создает смерть, и поэтому преступление, которое делается благодаря сотану, он же сам сотан становится малагамавит, который наказывает за это преступление. Но награда за митсву, она исходит лично от Единства Всевышнего. Это совершенно другая ситуация. То есть, наказание создает сам человек, когда делает Абейру, но когда человек делает митсву, он не строит награду. Награда исходит от Всевышнего. В чем разница? Об этом сказано цадиким и шалам то, что цадиким будет заплачено хорошо. То есть, про Рашо им сказано, что хатаим тердов ра, за грехи будет преследовать зло. Не сказано, что им плата за грехи – это зло, но праведники, плата за их праведность – это тоф, это добро. То есть, это идет в качестве выплаты. Даже в тот момент, когда митсва по своей природе не делает, не творит награду, такое бывает. Есть митсвот, который по своей природе дает награду. Есть митсвот, который по своей природе не дает награду. Тем не менее, Всевышний платит за эти митсвот. Кроме того добра, которое содержится в природе митцвы Вот самый простой пример Человек помогает какому-то другому человеку, делает ему какую-то табу То нормальная природа вещей, что теперь человек, которому сделано добро, тоже хочет отплатить добро Поэтому здесь в митцве содержится награда за заповедь автомата Но есть митцвы, в которых это не содержится Грубо говоря на диване твилин На диване твилин в ней не видно никакой причины, по которой по законам природы человек должен получить какую-то награду за эту заповедь. Но это, чтобы объяснить, это Мальбин приводит пример. Царь приказывает своим рабам, что они не кушали какие-то плоды. Вот плоды, апельсины вам сегодня кушать нельзя целый день, потому что это приводит к смерти, это сам мавит. Это сам мавит, это яд, они ядовиты. И чтобы они кушали другие плоды, поскольку они полезны для здоровья, апельсины мы уберем, все-таки какие-то вещи, которые ядовиты, мухоморы, чтобы они не ели, потому что они вредны для здоровья, а ели вместо мухоморов, ели какие-то ягоды, которые полезны для здоровья. А они съедают мухомор, они получают наказание от самого мухомора, не от Всевышнего. Но человек, который ест хорошие плоды, кроме того, что это полезно для здоровья, они еще получат награду за то, что они слышали приказ царя. То есть здесь есть двойная награда. Это награда, потому что Всевышний нам сказал, что это полезно, и награда, которая дается за то, что мы выполняли митсвот. Давайте здесь обсудим такую тему до того, как затронем Хагро. Хагро идет немножко по-другому, а Аллаху, поэтому до того, как мы обсудим Вильнюсского Гаона, попытаемся понять такую вещь. Есть вопрос. Поскольку Мальбин привел нам в виде примера еду, то поговорим о еде. Опять же, более актуальная тема, все знаем, что это такое. Существует понятие заповедей Кашрута. Это нельзя есть, это можно есть. Человек, который нарушает заповеди Кашрута. В чем, как они влияют на человека? Это вредит ему телу или не вредит ему телу? Это вредит телу или душе? Это не вредит ни тому, ни другому? Но просто человек не выполняет Митсу Всевышнего. На эту тему есть большой-большой махлокис. Рамбан приводит Ивенезра, который в комментарии на Хумаш Паршат Шмини пишет, что человек, который ест некошенную пищу, он наносит себе вред для здоровья, потому что каждый из видов этой еды, оно является самомавит, каким-то продуктом ядовитым. И поэтому Всевышний в Торе написал, что нам можно есть, что нельзя, для того, чтобы мы знали, как нужно соблюдать технику безопасности во время еды. Это пишет Ивенезер. Рамбан приходит полон возмущения праведного и начинает рассказывать, насколько это неверно. Главное его, та она, что Тора – это не книга о вкусной и здоровой пище. Она не пришла для того, чтобы сказать, ну, вот это кушайте, это вам полезно, это не кушайте, это вам вредно. И он приводит доказательства, доказательства – научно-технический эксперимент. Он говорит, мы видим массу народу, нееврейского вероисповедания, которые жрут, чего попало, здоровые, как лошади. И Лаумадзе мы видим много евреев, которые тщательно соблюдают кашрут, и только не пальцем они уже разваливаются, болит здесь, там и тут. И он пишет, что Быводай на 100%, Тора не пришла сказать нам, что это полезно для здоровья, это вредно для здоровья. Интересно, что и Рамбан, и Менезер оба были врачами по профессии. Но у них вот такой махлок и сменой убей. Рамбан пишет, что некошерная пища не наносит ущерба телу. Мы, к сожалению, с вами сегодня можем добавить то, что Рамбан не знал. Потому что эксперимент за это время вырос, не про нас будет сказано. И мы знаем много евреев, которые нарушают кашрут так же, как неевреи, и тоже не страдают за различными заболеваниями, здоровые, как лошади и так далее. Есть и те, которые нездоровые, но это не обязательно связано с кашрутом, как мы уже видели много раз. Таким образом, мы видим, что запрет Торы это пришел не для того, чтобы нам сказать, что это вредно и это полезно. Я иду все-таки по Магалаху, который дает Рамбан. Мне он значительно ближе и понятнее, хотя существует мнение Венезера тоже. Продолжает Абарбанель, приводит этот комментарий Рамбана на Тору и начинает рассуждать дальше. И задает такой вопрос. А чему вредит некошерная пища? Отвечает, телу она не вредит, по Рамбану, она вредит душе человека. И вред, который наносится Ленефиш, его невозможно почувствовать, его невозможно проверить. У нас нет никакого индикатора для того, чтобы его измерить. Но мы видим, что это наносит вред душе человека, и это то, что запрещает Тора. После этого Ахроним задает такой вопрос. Что именно наносит вред в некошерной пище, которую съедает еврей? Вред наносится тем, что человек нарушает заповедь, или вред находится внутри самой этой пищи. Не вред для тела, я сейчас иду по Шатирамбана. Не вред для тела, вред для души. Где он находится? В некошерной пище самой по себе? Она просто вредит сама по себе. Или она вредит, потому что Всевышний не разрешил ее кушать. В чем разница? На первый взгляд, это одно и то же. Разница в том, что если человек имеет право ее кушать, то это наносит вред его душе или не наносит вред его душе? Как это может произойти? Человек умирает от голода, никакой другой еды нету, и это состояние пикохныфиш. Состояние спасения в человеческой жизни, когда у него есть митсва, кушать некошерную пищу. Митсву он выполняет. Это вредит его душе или не вредит его душе? Это хакера и исследования, которые делают охронию. На эту тему есть определенный махлокис, спор. Есть Агаот Ашри, который пишет, что... Во-первых, есть Мидраж. Ну, Мидраж, на основании которого Агаот Ашри это и пишет. Что когда родился человек по имени... Не знаю, какое имя у него было, когда он родился. У него было семь имен, описанных в Торе. Но в дальнейшем наиболее употребимое имя, которое мы знаем, это Маширабейна. Когда Маширабейна был маленьким, и дочка фараона вытащила его из воды, то Мидраж рассказывает, что он плакал, потому как хотел покушать немножечко. Ребенок маленький, трехмесячный. И нужно было его покормить. Он отказывался брать грудь у всех египтянок подряд, до тех пор, пока ему не привели его маму, еврейскую женщину, от которой он взял грудь. Почему? Потому что Всевышний не хотел, чтобы Маширабейну уста, которые будут говорить с шехиной, с божественным присутствием, уста, через которые будет дана Тора народу Израиля, чтобы в эти уста попала капля некошерной еды. Мы видим, что некошерная пища сама по себе вредила Маширабейну, потому что заповеди, это было спасение жизни. Он был ребенок, он не был хаяф-митцвод, он не был обязан выполнять митцвод. И, кроме всего прочего, это было до дарования Торы, когда заповеди кашрута еще не было. Тем не менее, Всевышний сделал так, что Маширабейну не ел некошерную пищу. Что значит некошерную пищу? Пища абсолютно кошерна, потому что женское молоко, оно кошерное или некошерное, это отшило. Но женское молоко он все равно пил. Поскольку египтянки до этого питались некошерной пищей, поэтому в молоко входили некошерные ингредиенты, поэтому Всевышний не хотел переработки некошерных ингредиентов. Поэтому Всевышний не хотел, чтобы Маширабейну пил это молоко. Часть комментариев говорят, что это Маширабейну, оставьте Маширабейну, потому что кроме Маширабейны никто с шахиной пока не говорил. Поэтому Маширабейну отдельный разговор. Есть Гагаот Ашри, который пишет, что можно ли давать нееврейской кормилице еврейского ребенка, если у женщины нет молока. У мамы нет молока. Можно ли нанять нееврейскую кормилицу? Гагаот Ашри можно, поскольку, кроме всего прочего, это Пико Ахнефиш, ребенок помрет без этого, поскольку у них, не знаю, как они жили, но у них не было матерной и многих других вещей, поэтому они могли только пользоваться кормилицей. Но при этом, если есть такая возможность, пишет Гагаот Ашри, нужно с ней договориться, чтобы несколько часов до кормления она не ела некошерной пищи. Нееврейская кормилица. Здесь видно много вещей. Ребенок Пико Ахнефиш, спасение жизни, он не хаябамит свод, не еврейская кормилица, имеет полное право нарушать кашрут, и тем не менее, по мнению Гагаот Ашри, вообще не кашерные ингредиенты влияют на то, что ребенок потом, ему не надо этого делать. Почему ему не надо на это делать? И Гагаот Ашри считает, что это связано с тем, что у него образуется некая тума, некая нечистота, которая будет ему мешать воспринимать слова к душе. То же самое пишет, может быть, на основании Гагаот Ашри, я просто не помню. Скорее всего, да. То же самое пишет, есть шува Хатам Сойфера, ответ Хатам Сойфера, когда Хатам Сойферу задали такой вопрос, что померли в еврейском месте, померли и мама, и папа. Остался ребенок, который сирота. Ребенок немножечко деревянненький. Не то, чтобы совсем, так вот совсем уже сумасшедший, но очень близок к этому. Настолько, что если его оставить, взять какую-то семью и растить и так далее, то он никогда не сможет соблюдать заповеди Торы, поскольку он будет Шойта, сумасшедший, который потормит свод. Но при этом открылся некий христианский приют для детей, именно такого вот профиля, где делают всякие чудеса, когда с ними занимаются, вкладывают в них очень много, и дети учатся, не то, что они не становятся гаономимивильны, но вот как-то они могут учить там хумыш с раши, выполнять какие-то мецводы, то есть доходят до уровня относительно нормального ребенка. Я не знаю, как сегодня бы было, когдара определение такого состояния ребенка, пограничный случай, который можно вывести в состояние, когда он не станет Талмитхахамом, но все-таки будет что-то понимать и как-то разумно себя вести. Можно ли отдать этого ребенка в этот приют, спросили Хатам Сойфера. Хатам Сойфер ответил, я бы вот, когда я первый прочитал этот шоу, начал читать, то я подумал, в чем вопрос, там обои дезори, его выучатся поклоняться идолам, это христианский приют. Но Хатам Сойфер, это его не взволновало, он пишет, что Альпидин, по закону это можно сделать, но ночью рекомендует этого не делать, потому что некошерная пища, которую там будет получать в детстве, она приведет к тому, что у него будет тума, которая будет мешать им воспринимать слова к душе, этого не надо делать. Речь идет о ребенке, который сейчас ребенок и свободен от заповеди, и если он вырастет в том состоянии, в котором он вырастет, он тоже окажется свободным от заповеди по причине того, что он болен. И тем не менее, Хатам Сойфер не разрешил это делать, на основании, думая, что он приводил эти Агауташи, это было много лет назад, не он писал шоу много лет назад, я его читал много лет назад, поэтому я не помню, приводил ли он Агауташи, но почти наверняка да. Поэтому получается такая ситуация, что есть целая группа охроним, которая считает, что некошерная пища сама по себе обладает свойством делать туму. Тума происходит от слова «атум». Атум – это закупорка. Тума обладает свойством закупоривать душу человека, когда он не сможет быть восприимчив к словам святости. Теперь, возвращаясь к нашему пасуку, что здесь говорит нам Шламова Меллах? Он говорит, что зло само по себе, грехи сами по себе, их будет, за ними вслед идет зло, которое преследует человека, и объясняет Мальбим, что это не то, что Всевышний наказывает. Зло порождается авейрой, которую сделал человек, и оно будет прилеплено к этому человеку постоянно. Он привел пример в виде еды, поэтому я немножечко поговорил о том, как заповеди Кашута влияют. То есть само по себе нарушение, даже без авейры, оно влечет за собой вот такие вот наказания, но тем более преступления, в которых есть авейра. Я как-то, меня попросили на семинаре, несколько, много лет назад это было на семинаре, меня попросил один человек, даже не представились, видите, как я обрадовался, когда я получил такую просьбу, дать урок про Кашрут. Я вот начал этот урок с вот, махлоки с фороохроним, который я сейчас рассказал, дяденька сидел, и очень тщательно все записывал. Это вообще очень редко. Женщины часто сидят и записывают на уроках. Мужчины, чтобы они записывали, это крайне редко бывает. Он записывал все очень подробно. После этого мы перешли к рассказам всяким уже, с голоход Кашрута там и так далее. Он все внимательно писал, и вдруг в конце урока он сказал, нет, говорит, у нас на Украине это все не пройдет. Я жду очередного вопроса, что у нас негде купить кошерную пищу, я уже подготовлен, я буду рассказывать, где есть кошерные магазины, где можно заказать, и тут дяденька высказался. Потому что у нас постоянно по телевизору объясняют, что свинина выводит радиацию из организма. Я был в нокауте, я потерял дар речи на некоторое время и понял, что не спорить, не обсуждать здесь нечего. Не имеет никакого значения, правда это или нет, но это дяденька, который просил урок по Кашруту, это для лектора просто такое счастье, такой урок, он готовится, дает, и вот такая вот, это был просто даже не оплюха, а нокаут полный. Потому что по телевизору говорят, откуда ты знаешь, что говорят по телевизору на Украине, очень может быть, что там такое говорят, что свинина, она выводит радиацию из Украины, все, соблюдать Кашрут невозможно. Я понял, что беседа не имеет никакого смысла. Но тем не менее, это то, что сейчас сказал нам Шлома Амеллах, это очень сильная вещь, что зло находится внутри самой Авейры, и сама по себе Авейра рождает зло, и это зло, которое как вот этот вот смесь между змеей и черепахой будет убивать, потому что убивает сам грех, а не яд, который находится внутри черепахи. Еда, которую человек ест, она вредна сама по себе, но человек, который выполняет какую-то митсву, кроме того, что внутри митсвы, есть польза для человека, может быть, и для тела тоже. Но кроме этого, есть награда, которую дает царь, имеется в виду, Меллах Малхея Малхима Кодеш Буругу, за каждую митсву, которую делает человек, есть отдельная награда. Поэтому, кроме автоматической пользы от митсвы, которая существует, безусловно, кроме этого, существует еще, и это главная награда, награда, которая находится от Всевышнего. Теперь посмотрим, как объясняет это Гаон. Мне так кажется, что он очень близко идет к этому Малхалху, но он начинает вводить еще одну вещь, которую попытаемся сейчас разобрать. Он говорит, что тех, кто совершил грехи, их преследует зло. Как уже сказано, что... Где это сказано, я не помню. Раньше это было сказано в шестой главе, где сказано, что... Попробуй переведи. Сейчас. Верашати салев хатаат. Зло, расшаитство, оно является маслулем... Как маслуль? Видали? Путь. Путь. Маршрут. Она прокладывает маршрут грехам. То есть, из-за того, что человеку не хватает заповеди Асэ, существует... Митцвод делится на две группы, да? Митцвод делай, митцвод не делай. Нарушение митцвод делай, как таковое, битуль, а? Бит... Да. Битуль. Аннулирование заповеди Асэ, за него Тора не предписывает наказание. Человек, который не выполнил какой-то митцвод Асэ, он за это не наказывается. Например, человек не прочитал Шма. Наказания за это нету. Может, зря я это говорю, так вслух. Но, тем не менее, наказания за это нету. Очень зря. Тем не менее, Тора, убрал преткновение перед слепым. Вот. И поэтому он говорит, что это причина, но человек, который нарушает заповедь, не выполняет заповедь Асэ, ленится выполнить заповедь Асэ, или по какой-то другой причине выполняет, это является причиной, которая приводит его к состоянию раша. То есть, не выполнение заповеди делай, приводит к нарушению заповеди неделай. То же самое здесь. Из-за тех грехов, которые сделал человек, которые он обычно делает. То есть, большая часть людей, во всем случае, Гаон Мивилен так считает, что большая часть людей не нарушают заповеди Лотасы. Они не нарушают заповеди неделай. Но очень много людей не выполняют заповеди дела и не гонятся за заповедями дела. Я сейчас не имею в виду, мне кажется, что Гаон не имеет в виду, сейчас еще несколько строчек прочтем и увидим, так ли я говорю, но на первый взгляд, Гаон не имеет в виду человека, который сознательно просыпает шма. Сознательно не встает утром на шахрис. Не имеет в виду человека, который не надевает твилин. Человек, который не гонится за заповеди Ассы. Есть заповедь с дока. Если кто-то придет и попросит, ну, он готов дать. Никто не придет, не попросит, ну, так ничего страшного, я не буду искать, куда дать, даже в копилку не положу. И тому подобное, митцвот. Он не стремится к исполнению заповеди Ассы. После этого за ним бежит зло настолько, что оно приводит его к состоянию самого зла. То есть, он начинает делать оверот лот Ассы. Человек, который не стремится к выполнению митцвот Ассы, он приходит к нарушению митцвот Лот Ассы. Веда цадиким и шламтов, но праведникам будет заплачено хорошо. Имеется в виду, что имеется в виду, что у цадиким Всевышний дает им награду за добро, которое они делают. То есть, наградой, кроме обычной награды, которая у них есть за митцвот Ассы, которая автоматически рождает награду, имеется в виду, награда Валамаба. Кроме этого, Всевышний приводит ему к состоянию выполнения митцвот Ассы, дает ему дополнительный митцвот Ассы. Ну, я не знаю даже, какой пример привести. Человек, который дает дздоку бедному, Всевышний посылает еще бедняка для того, чтобы дать еще дздоку. Некоторые, правда, расстраиваются, когда им еще надо дать. Даже, может быть, многие. Но, тем не менее, Всевышний посылает им возможность выполнить еще какую-то митцву. И это, люди, называется понятием тоф, как мы объясняли раньше. То есть, это то, о чем сказано и много раз цитируется в разных местах. Например, в Мишне Перкеаот, Схар Митцва Митцва. Награда за заповедь – это заповедь. Или, другими словами, Митцва Гарейрит Митцва. Митцва лечет за собой митцву. Авейра Гарейрит Авейра. Авейра приводит к себе другую Авейру и так далее. Здесь, в Хедерах, где учатся маленькие дети в возрасте 3-4 лет, им делают такую картинку, паровозик, который ведет много-много вагонов по железнодорожному пути. И на каждом вагоне написана какая-нибудь митцва. Первая митцва – на тела от еда, и вторая митцва – аля цицис, благословенец цицит и так далее. И надпись, что «Митцва Гарейрит Митцва». Человек, который начинает с одной митцвы, ему автоматически эта митцва влечет в другую и так далее. Понятно, что детям, которым показывает митцвот, которые делают все и всегда, просто они дети, поэтому, соответственно, их и учат на детском уровне. Но когда мы говорим о более взрослом состоянии, то мы понимаем, что непонятно, каким образом устроены все высшие мира, но человека помещают в ту ситуацию, которая для него наиболее благоприятна для наибольшего исполнения митцвот. Поэтому каждая митцва делает так, что он попадает в ту ситуацию, которая наиболее благоприятна для следующей митцвы. И это то, о чем здесь сказано, что награда за митцву-митцву. И еще другой комментарий. Что означает, что грехи влекут за собой зло? После тех грехов, которые человек сделал, они влекут за собой зло, и они забирают человека из этого мира до времени. То есть, что авиарот приводит к смерти человека до нужного времени. И об этом сказано в Геморре Хагига, что есть человек, который умирает без суда. Умирает до того времени, когда по суду он должен был умереть. Из-за авиарот, который он сделал. И об этом же сказано в книге Зохар, что бывает такая ситуация, что мавит, смерть, она приводит к схуту. Она приводит к заслуге. Бывает смерть, которая является заслугой. Что имеется в виду? Что бывают люди, которым хорошо, чтобы они умерли раньше времени. Для чего это делается? Для того, чтобы они не сделали лишних авиарот. Поскольку мы видим, что этот человек продолжает делать авиару за авиарой и так далее, то самое удачное, что может он сделать, он может умереть чуть-чуть раньше, чтобы его количество авиарот не перешло в какое-то жуткое качество. И тогда остаются годы жизни, которые не прожиты. А годы жизни, которые не прожиты, они не могут пройти просто так. Всевышний не может убрать. Он использует закон Ломоносова-Лавазье о сохранении энергии. И поэтому, если у кого чего будет, то у другого столько же прибудет. Соответственно, цадиким должны получить эти годы жизни, которые шли из мира, поскольку они потратят эти годы на митцвод. И об этом сказано, что... Неважно, цитаты я пропущу, потому что у меня не очень есть время. И получается ситуация, я хотел здесь рассказать, есть такая гемора в трактате Бароход на Дафе в районе Нун с чем-то. Гемора приводят два допим пересказа самых разнообразных снов, которые очень хорошо учить с помощью Фрейда, но мы не будем этим заниматься. Там самые разнообразные сны. И вот один из снов человек увидел во сне, как он Бааль на Араме Руса, как он жил половой жизнью с обручившейся девушкой. Нет, это другая. Бааль и Шитыш, начнем с другой гемора, второй не надо. Человек, который сделал Аверу с замужней женщиной. Но ему не приснилась какая-то конкретная женщина, с которой он делает Авера, просто ему приснилось, что он сделал Аверу с замужней женщиной. Если не считать это гемора, то на первый взгляд плохой сон, поститься надо. Гемора говорит, что этот сон обозначает, что он получает удел в будущем мире. Точка. Почему? Объясняют комментаторы, там много непонятных геморр, все сны там абсолютно непонятные. Объясняют комментаторы, морали, все объясняют одно и то же, что это означает, что он получает свой удел своего товарища. Что значит получить свое дело своего товарища? Это и Шитыш, это не его жена, и он получает ее. Он получил удел своего товарища. Это значит, любой цадик он получает в будущем мире Награду за свои, свой хэлэк, свой удел, и удел Раши, который теряет награду в будущем мире. Этот удел не проходит просто так, его получает кто-то из Садики. Поэтому человеку, которому это приснилось, это означает, что ему во сне показали, что он получает награду в будущем мире. Теперь, здесь объясняется, там много непонятного, там сны о том, что человеку приснилось, что он совершил акт с уткой и так далее, с мамой. И все эти сны очень хорошие. Что это означает? Каждый раз нужно понять объяснение. Но не самая обязательная часть Талмуда, которую надо учить прямо сейчас. Так вот, говорит дальше, говорит Гаон Мивильно. Он говорит, сейчас, одну секундочку, что праведник, о каком праведнике идет речь, что он получает награду за Рашу? Праведники, который пытался убедить нечестивца, у меня есть две минуты, праведник, который пытался убедить нечестивца, сделал ему митсву хок-такеха-тамитеха, упрекай своего товарища и не понесешь за него награду. Он пытался убедить его не делать какую-то авейру и не смог это сделать. Тогда он получает награду, или, допустим, более простая ситуация, он пытался убедить человека выполнить какую-то митсву, поучить Тору, прочитать шмана, деть тфелин, неважно, какую-то митсву-асе. Тот человек отказался это сделать. Праведник получит награду за его митсву, которую второй не сделал, он получит за это награду. То же самое с Весвот-Лотас, но более сложным путем. Таким образом, Гаон учит этот пасук, мне надо кончать, поэтому я сокращусь. Гаон учит пасук так. Он говорит, что грехи, с ними идет зло, вместе с ними, но цадику будет заплачено добром. Цадик получает плату не только за свой циткус, но за те попытки, которые он сделал, убедить Рашу уйти со своего пути. У него не получилось, но он получит награду за те митсву, которые он пытался убедить Рашу сделать эти митсву. Вот. На этом мне надо закончить. До следующей встречи в эфире. Всего доброго.